Сегодня приехали гости и привезли подарки для наших малышей и взрослых. Спасибо вам огромное! Вы из Москвы? Нет, из Чехова. А, вы чеховские. Ну, ребят, спасибо. Откуда вы о нас узнали? Он в Еврении висит в подъезде. Вообще шикарно, великолепно. Ребят, спасибо вам огромное. Поврики, одеялки. Хорошо, сейчас вот мы все разбираем. Спасибо вам большое. Приезжайте погулять. Они так хотят. Вот я пятый раз приезжаю и все, не успеваю погулять. Все разбруем занимаюсь. Спасибо вам огромное. Так приятно. Видите, как чудесно. Люди, которые живут рядом, приезжают к нам помогать. Узнали о нас. В подъезде висит объявление, да? Да. Вот видите, как уже слух идет по всей России. Спасибо огромное. Рыська, рыся спит. Спит моя девочка. Спи, спи, спи. Не буду трогать. Спи, моя хорошая. Спи, все, спи. А здесь наш старичок. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Надюша волонтер. Она приезжает к нам сюда уже не первый раз. И благодаря Надюше наши кошки очень счастливые, чистые и пушистые. А еще довольные, потому что их наглаживают и целуют. Солнышко, открой, пожалуйста. А еще приехала сегодня опять Наташа, приехала Лена. Девчонки миленькие, дай вам Бог здоровья. Замучились? Девчонки фотографировали опять мне малышей и сейчас помогали. Вот. И сегодня очень красиво опять намыли кошатник. Девчонки, какое же это огромное облегчение для нас. Мои золотые. Покажите, что у нас там. Мне прям хочется похвастаться, девочки, потому что столько сделали. Сегодня как чисто, все хорошо. Открывайте, девчонки. Вот, ребят, у нас здесь наведен порядок, у нас здесь чистенько. Все. У нас там у кошечек порядок. Девчонки, а мне кто-нибудь дверь откроет? Не в ту дверь я пошла. Вот видите. Давай. Откроешь у кошечек? Я хочу показать. Ребята, здесь у нас те кошечки, которые жили у нас на улице в домике в летнем. Теперь они у нас, ребята, живут здесь. Вот, у нас здесь все чистенько, намыто, убрано. Да, мои золотые? Мои маленькие, мои красивые. Мои солнышки. Вот так, девчонки. У нас все чисто, аккуратно. Ну, все, спасибо огромное. Да, чисто, отлично, красиво. Девчонки, спасибо. Леночка, милый, спасибо. Пошли дальше. Смотри, она все разобрала. Она умничка. Я говорю, а вообще потрясающе. Она с такой скоростью все это делает. ...нашей жизни. Так, вот здесь мы навели тоже порядок, девчонки. Солнышко, откроешь мне, Надюш? Там надо лекарства. Это не Надежда, это вообще супер женщина. Да, еще сильнее толкни, Зай. Вот, здесь у нас тоже опять порядок. У нас все чистенько сделано, все у нас красиво. Все раз, ай, как неудобно, девочки, откройте. Смотрите мне дверь, а то я не смогу зайти. Ага. Так. Вот так у нас, ребята, у нас здесь очень хорошо. Отопление здесь включили. Теперь отопление включим в другом месте. Вот такое у нас, ребята, вот такая у нас красота. Из бытовки кошечек, которые были стерилизованные, мы сегодня перенесли на место. Так что поэтому нас опять много, мы все красивые. Еда у нас теперь здесь. Мы поменяли немножечко еду местами. Вот. А вот с этой стороны сделали горшочки, чтобы было ближе на улицу выход. Ребят, приезжайте к нам, гости мои хорошие. Приезжайте. Отопление у нас работает. Кошечкам тепло, ветер хорошо дует. Тепленько, да, мои золотые? И все будет хорошо. Ребята, смотрите, что он творит. А он всегда такой, да? Он постоянно... Он на голову залез. Какое вообще... Такое чудо ко мне на голову залезло. Я только не знаю, как поменять. Ну, ладно. Пока я снимаю видео, мне на голову тут же опять залезли, да? Думаю, узелку. Вот такой красивый. Ребята, найдите моему ребенку дом. Он очень единственный из всех. Он с ума сходит. Он хочет быть домашним. Ребенок хочет быть домашним. Ну, помогите ребенку найти дом, пожалуйста. Так. Вот они мы все-все-все-все красивые мои. Все-все-все-все-все наши замечательные. Да? Ты, мол, солнышко, да? Ты хочешь домой? Ребенок хочет быть домашним. Ребенок хочет быть домашним. Ну и что нам делать, а? Красавчик мамин. Мамин. Помогите ребенку найти дом, пожалуйста. Котик мой. А там кто-то на меня еще лезет? Кто-то еще? Да, мое солнышко. А поем, как мы громко. Мои хорошие. Мои замечательные. Ну все, ребята, приезжайте к нам. Посмотрите, какой у нас сейчас порядок здесь. У мальчиков. Здесь я потом напишу, а больше не богу, что это карантин, чтобы сюда не сперва заходить, когда мы все туда выйдем. Поэтому туда-туда лампу надо ее. Она не снимает. У нас сейчас здесь порядок. Надя подмела. Все-таки напала. Я не знаю, что использовала, что только не использовала. Что ты делаешь? Я снимаю, как чисто у нас. А что, нельзя? Это же очень много инфекций. Ну все-таки почище стало. Почище. Потом мальчикам некогда выбирать. Она делает. Это такая гадость. Там только при температуре 100 градусов уничтожается. Или вот так. Я дома у меня... Масло во всех местах. Вот наши будни рабочие. Пытаемся накормить Валю. Валя приехала. Наводить порядок. Потом мы тут не справляемся. Он умничка. Он хороший ребенок. Вот. Продолжаем наши съемки. Ребята, не хватает рук. Приезжайте, помогайте. Очень нужно. Все, рыся. естественно накормили сейчас мы будем выедать масло вообще-то хочется уже самой покушать да и валену все ты свеженькой водички набила так надо все-таки попить кофейку надежда на тебя пора отдохнуть все сейчас сейчас будем вешать бактерицидные лампы валюш бактерицидные лампы надо вешать я их вешать надо не на подставку по одной лампе на пока накажите написала что по одной пока ну ладно ты покажешь куда вешать я не стала распаковывать аккуратно распаковать все сделать ладно валюши все я выключаю так вот как тут у нас устроила внутри вот вот забор вот вольеры вот так вот закрыта крышей чтобы зимой было удобно разносить собакам еду раскладывать сено и отсюда же заходить ну сейчас у меня руки заняты я сейчас освобожусь и навещу всех вас да хотя бы по чуть-чуть покажем пока поглажу каждого ей ей золотые мои да и что ж ты руки-то свои тянешь ой лапки ты свои тянешь у меня нет пока ничего сейчас принесу схожу из машины достану все принесу давай ручку давай свою лапку вот вот какой длинный этот проход пока тут не очень убрано со временем все приведет в порядок привет мои золотые привет мои золотые привет а а а а а а а а я с вами еще не знакома это новая жительница а то совсем недавно приехали вот недавно приехали а а а из старого поюта а на новой территории ну да я вас не боюсь я иду вам приду да не боюсь щас приду ну идите сюда идите скорее сюда идите скорее сюда идите не бойтесь не бойтесь ну а вот это новые жители пока повраивают ну чего будем знакомиться а вот это малышня наша вот мама сидит а я к ним подходила уже вот мама от них иногда залезает отдыхать на будку как а то они такие приставучие приставучие тропки да а ты пищишь ты как котенок ты пищишь ты как котенок ты пищишь ты как котенок я к вам приду тоже а вон там моя любимочка лисичка моя в следующем вольере а вот они побежали в домик вот так какой горох у нас тут какой горох я вот 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 все под крышей и что не было тогда умерли с вот это как повезло вот 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 В приют привезли бытовку, новую. Сейчас, наверное, будут останавливать на место. Ой, тут еще кто-то остался. Ой, у меня желатая, я не знаю. Чего ты тут один сидишь? Или ты не один? А нет, вот там еще выглядели выглядывают. Вот вылезают. Вылезают. Вот такой у нас домик еще есть двойной. Вот такой вот. Тут песочек насыпан, тщена настелена. Ой, кто-то спит тут. Ой, кто-то спит. Вот тазик с водой. А вон там. Вон там еда. А вот тут спит кто-то. Спи-спи-спи. Спи-спи-спи, маленький. Спи-спи-спи-спи. Потревожила я тебя. Давай спи. Давай спи. Ну, наши собачули. Собачульки наши. Несут им сено стелить в будки. Свежие. Очень холодно сегодня. Нам привезли. Вот, смотрите. Вот это одна бытовка. Видите? А вот это привезли вторую бытовку. Вот вторая бытовка. Мы сейчас в нее проводим свет. Вторая бытовка лучше. Почему? Потому что дверь посередине. Два окна. И посмотрите, как у нас будет здорово внутри. У нас получаются две комнатки, ребята. Одна комнатка сюда. Одна комнатка сюда. Это у нас будет для малышей. С окошечком. Окошко будет внутри. Вот. И окошечко с другой стороны. Нам нужна еще будет фанера, чтобы все это зашить и подготовить. Ну, в общем, бытовки мне очень нравятся, ребята. Бытовка стоит 55 тысяч. И нам таких бытовок надо еще минимум штук 5. Минимум, ребята. Для того, чтобы разместить кошек, щенят, больных. Сделать лазарет. Девчонки, но вот такие бытовки, они потрясающие и хорошие. Это то, что нам просто необходимо. Это здорово. Смотрите, ребята, как здорово. Мои родные, мои хорошие. Ура! У нас есть. Спасибо вам всем. Нам привезли еще одну бытовку. Среди ночи. Ну, а что делать, ребят? Та синенькая, ту, которую мы с вами уже видели. А вот эта у нас хорошая бытовка. Эту тоже привезли. Она также у нас... Ага, другого цвета. Она покрыта морилкой. Но она также... Видите? Красота. Мне нравится. Мне очень нравится. Девчонки, я как тот кот Матроскин. Я очень счастливая. А теперь я буду счастливее втройне. У меня бытовка еще одна есть. Ребята, доброго вам всем здоровья, мои родные. Спасибо! Спасибо за эти подарки, за эти бытовки. Вы представляете, это же жизнь для нас. Для малышей, для котят, для щенят, для мам с детками. Господи, ребят, здорово. Просто здорово! Я всех поздравляю, ребята. Сейчас едут собаки. Через два часа они будут у нас. Готовим место для малышей. Это новая бытовка, ребята. Этих малышей... Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Приоткрыть. Приоткрыть. Этих малышей мы перенесли. Да-да-да, чтобы у нас все дети были в тепле. Да, сено, водичка, корм, все. Хорошо, закрывай. Отлично. Вот. Это приготовили для тех, кто сейчас приедет. И освободили два вольера для взрослых. Нам надо еще подготовили... Еще подготовили фундамент еще для двух бытовок. Фундамента подготовили, девочки. Бытовок нет. Вот. И что нам делать? Ну, что нам делать, ребят? Ну, как нам выжить? Нам надо вот здесь в длину до конца туда семь бытовок. А у нас есть только одна с этой стороны. А еще надо семь. Вот такие у нас дела. Если мы хотим выжить. Нам надо семь бытовок, девочки. Пока бросили времянку, чтобы свет был. И отопитель повесили. Он сейчас прикручивает как раз. Повыше, чтобы дети не достали. Маленький радиатор повесим. Пока два часа, пока они приедут, у нас согреется. Не красить, не больше ничего делать. Не морить. Вот так. Вот такая у нас территория, которую надо еще облагораживать. Но поток поступлений от людей очень упал. В связи с тем, что активизировались очень хорошие люди, которые строчат жалобы на наш приют и на Валентину Анатолию Носильевич, которые строят этот приют и подтаскивают к себе всех новых и новых сторонников, которые блокируют наши ресурсы, сносят наши страницы. А мы спасаем детей, валеных детей, которые продолжают оставаться еще в Липецкой области, в городе Грязи. И их надо сюда успеть привезти до 31 декабря. А перевозить особо некуда. Поэтому просьба огромная ко всем неравнодушным. Если вы нам можете хоть как-то помочь материально, не знаю, советом каким-то. Может, у кого-то есть грамотные юристы, которые нам на безвозмездной основе помогут справиться с этим неравнодушным. Назвать с нападками людей, которым не лень ходить, строчить письма во все инстанции, чтобы только уничтожить приют, который Валя строит на наши с вами деньги. Спонсоров у нас нет. Есть очень много людей неравнодушных, которые видят, как идет стройка, как Валентина относится к животным и помогают с пенсией, с небольшой зарплаты. И таких людей много. Но, к сожалению, другую помощь они получают. Только мужских крепких и надежных рук не хватает. А вот сегодня приехал с нами один только мужчина, Дмитрий. И вот он строит будочки нашим малышам. Все остальное закончилось. Железа нет, труб нет, сетки несколько рулонов осталось. У нас осталось железо, чтобы накрыть крышу только над двумя вольерами. Больше железа нет. У нас досок осталось тоже, чтобы сделать подиумы и будки, и стену только на два вольера. Ребята, у нас полный пипец. Мы в ступоре, мы остановились. Так, материал совсем закончился. Продолжать стройку нечем. Помогите нам, пожалуйста, закупить трубы, сетку. И любые строительные материалы нужны. Пожалуйста, помогите приюту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова